Так ли? Да, это я. Хорошо, выйдите, пожалуйста, господин Хубер. Пожалуйста, конечно. Могу я вас попросить подойти к доске, господин Хубер? Так. А теперь, господин Хубер, нарисуйте поезд. Что, простите? Поезд. Вы ведь знаете, как выглядит поезд. Разумеется. Ну и прекрасно, вот и нарисуйте мне хорошенький поезд. С удовольствием. Плохи его дела. Да уж, не повезло. И вагон. Вы должны... Вернемся к нашим делам, дамы и господа. Господин Хубер был худшим из вас, и поэтому теперь он на улице. Советую вам использовать свой шанс, чтобы сохранить работу. Или можете продолжать пить кофе, и тогда вылетите на улицу. Это целиком и полностью ваш выбор. Потому что всегда есть только две возможности, находиться вверху или внизу, быть на свету или всегда в тени. И видно только тех, кто на свету, тех, которые в темноте никто не видит. Эн-эн-зэ. Знаете, что это значит? Это значит... Никто не зевает. Если вы сейчас думаете, что у меня проблемы с орфографией, то вы ломаете себе голову над той проблемой, которая совершенно вас не касается. Ваша проблема в том, что со следующей недели мы запускаем на этой фирме новую компьютерную программу и экономим на половине персонала. После тестирования только лучшие из вас сохранят свое рабочее место, остальные последуют за господином Хубером. Мы встречаемся с вами завтра утром ровно в семь часов. Никто не хочет вытереть доску? Я? Да, пожалуйста, пройдите сюда. Пожалуйста, все готово. Приступим. Так вы курите? Нет. Пьете? Нет. Употребляете какие-нибудь наркотики? Нет. Но вы уж точно были в постели с мужчиной? Конечно. Это туалет. А не спальня. Ну и что? Что вы делаете? Вы куда? Ухожу. И еще один хороший совет на прощение. Выспитесь хорошенько. Измените род своей деятельности. Так как ваши истинные способности никогда не находили настоящего применения на старой работе. Психолог опять опоздал. Боже, боже, кофе. На этот раз нужно послать наверх кого-нибудь, кто действительно чем-то поможет. Кажется, на этот раз нам уже никто не поможет. Кажется, на этот раз нам уже никто не поможет. Три пациента.